всех приветствую родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и всех кто попал на это видео продолжаем тему второго пришествия иисуса христа не могу остановиться два ролика уже записал это третий ролик на тему не просто второго пришествия я хочу донести до людей благую весть о том что второе пришествие иисуса христа суть этого ролика как и двух предыдущих она будет зеркалом первого пришествия это будет второй шанс человечества данные богом в его явление во плоти и будет она точно так же как и первое скромный смиренный и самым обычным способом и увидит иисус христа только те кто достойный увидеть не поверив его в него и в его искупительную жертву а по чистоте сердца святости и праведности собственной жизни этот ролик из серии трех роликов такой трилогии мне получился вы найдете всегда на моем канале вот этом к на котором сейчас вы смотрите это видео христолюбиблия не всегда есть плейлист отдельно апокалипсис в последнее время антихрист второе пришествие но опять же рядом и всегда увидите плейлист о суде божьем судилище христовым в принципе рекомендую оба тепли листа кто уж прям фанатеет фанатеет над этой темой да и хочет разобраться я вам рекомендую эти плейлисты все эти видео этот ролик и он вам может быть будет не совсем понятен без просмотра предыдущих двух которые записал в плейлистах они все по порядку собран у меня как я их выпускаю в плейлист сразу собираю поэтому они там по последовательно по времени выхода собраны и на канале христолюбиблия естественно в одноименном плейлисте по последней в разделе библия новый завет вы всегда найдете последний как и в библии книгу откровения апокалипсис там я последний читаю в принципе тоже обо всем этом говорю но вот на канале еще выпуска еще раз мы с вами книгу откровения прочитаем всего лишь несколько стихов вы помните да мы с вами кто меня последовательно серийно можно сказать смотрит тот уже все про понимает 11 стих 19 главы и увидел я отверстие неба и вот конь белый сидящий на нем называемый называется верный и и истинный которому который праведно судит и воинствует очень у как пламень огненный на голове его много диадим он имел имя написано которое никто не знал кроме у самого он был облачен в одежду обогренную кровью имя ему лого слова божьего и воинства небесные следовали за ним на к на конях белых облеченный вес он белый чистый зуд же его исходит острый меч чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным он топчет от чел вина ярости гнева бога вседержитель надежды и на бедре его написано имя царь царей господь господствующих я еще раз вам говорю простую и понятную мысли от уяснения которых зависит ваше мировоззрение а мировоззрение ваше следствие дает вашу жизнь святую праведную грешню пустую или нет вот если вы это сегодня не уясните к или после предыдущих роликов многое вашей жизни будет просто пустым вот эти все ожидания второго пришествия ложные и и ложное их понимание и ложное ожидание и и что будет и чего не будет если еще раз просто покажу как это на чем эти ложь основывается как это ложь изобличить и как правильно читать писание книга откровения она явно дана некоему и она в духе древних пророков во первых несмотря на то что эта книга нового завета человеку очень творческому человеку с большим воображением и как это часто бывало и в ветхах в книгах ветхого завета и как сам иисус принципе даже свое учение истину открывал порой через призму образов рассказов истории повествование и притч конечно книга откровения она переполнена вся невероятными образами ведь на самом деле никаких коней понятно не будет да на небе нет никаких там светильников это все образы земные образы чтобы как-то отразить невидимые сущности невидимого мира чувства как вы отразите любовь добро мир красоту любовь радость там все семь духов божьих ну как вы отразите семь сторон духа святого который у вас любовь радость мир ну это просто слова что такое кони разве будут настоящие какие-то кони там скакать 4 всадника апокалипсиса печати нет конечно разве будут какие-то чаши прямо сливаться мы что будем видеть чаши что праведники что грешники нет конечно что мы будем слышать эти трубы которыми ангелы там трубят нет конечно 70 труб что будет настоящий там дракон что ли или блудница так называемого вавилонская то образы тех государств тех правителей которые будут они могут выглядеть совсем по-другому это могут быть чисто опрятные мужчины в набеленных пиджачках вот так вот и здесь тоже самое вот это вот видение которое только что специально для вас еще раз целиком записал это просто образ образ на самом деле бог будет идти кротко и смиренно то есть так же как он шел в первый раз и для этого мы что сделаем любовь не сегодня положил на сердце все таки эту тему продолжить еще чуть-чуть я надеюсь на этом остановиться достаточно кто хочет я всех всегда отправляю на свой канал и сталю библии на и писание там последовательно читаем я стараюсь там все это раскрывать все это темы вот евангелие от иоанна вчера мы с вами евангелие от луки посмотрели вообще прямой вопрос как придет царство божие мы с вами в предыдущем ролике посмотрели давайте еще одно евангелие почитаем только от не того же самого она которому дано было откровение там богослов никакого отношения к она которым было дано откровение он не имеет но все же и прежде чем будем читать с вами кусочек из 7 главы как вся вам покажу хоть небольшой контекст хотя бы с 6 главы вы помните евангелие от она тоже есть события где газ где описано чудо при умножении хлебов господом нашим и богом иисусом христом потом вы помните там тоже переправляются не на другой берег иисус там идет по воде и начинать мы сейчас считать будем хотя бы после этого момента на другую день стоявший по ту сторону моря они опять переправились то есть они на одном месте были помните там это было чудо и потом они переправляются не переправляются как раз на то же самое место сейчас мы из евангелия узнаем где они вот это чудо с хлебами было они уже туда и сюда сплавали я считаю всегда очень важно все это рассказать хоть кратко как я не умею на другой день народ ставишь по ту сторону море видел что там кроме одной лодки в которую вошли ученики его иной не было что иисус не входил в лодку щеками с вами отплыли одни ученики его между тем пришли из твердяда другие лодки близко к месту где ели хлеб и благословение господнем и так когда народ увидел что тут нет иисуса не учеников его то вошли в лодке приплыли в капернаум ища иисуса и найдя его на той стороне моря сказали ему учители как ты сюда пришел со скалом ответ истинно говорю вам вы ищите меня не потому что видели чудеса но потому что ели хлеб и насытились старайтесь не опище тленный ну а пища пребывающих жизнь вечную который даст вам сын чайский ибо на нем положил печать свою отец бог вот на иисусе была какая-нибудь физическая печать в евангеле от она столько образов когда вот начинают из булки в православной католической протестантской секты за обычного хлеба делать бога я все называют булка боб булка поклонники булка божники православный католик протестант я начал тогда не кланяйтесь виноградной лозе иисус себя называл я лоза кланяйтесь каждой двери бейтесь в лоб иисус себя дверью называл значит что хлебом до называл лозой дверью ну а давайте все двери почитать теперь или приложиться духом святым сказала бархадабра на дверью дверь стал иисусом пожалуйста грызею или открывай входе не в нее и якобы ты входишь в иисуса христа а чё вот вам новое новое причастие чего только хлеб там приложиться духа святым и бога причащайтесь дверь приложиться духом святым я есть две овцам вошел разве не в этом же евангелие обо всем этом говорится я хлеб жизни я дверь я лоза на что хоп и чего хотите будете делать лозой грызть и даже не виноград или будете виноград с этой лозы есть но виноград растет плоды даже растут не на лозе а на ветках православная глупость протестантами с католиками которые из бога сделали булку просто и и сказали ему печать разве бог как и как на иисус какая-то была печать божья что ее на лбу прям стояла я от бога и все верили ему сразу не мы видим этот язык неужели так тяжело понять библейский язык он же легкий а знаете как он легкий он связан с нашей бытовой обыденной жизнь и так сказал ему что нам делать чтобы творить дела божие иисус сказал в ответ вот дело божие твори чтобы вы веровали в того в которого он послал мы мы приближаемся к тем местам к тому месту который я хочу сегодня вам показать но как видите всегда большие контексты показывать сказали ему когда же ты дает когда же ты дашь знамени чтобы мы увидели поверили тебе что ты делаешь отцы нашли лиману в пустыне как написано хлеб с неба дал им есть иисуса сказала вот смотрите манна небесная действительно вроде как с неба была хотя никто не знает по сути она не сыпалась а как мы читаем в том же ветхом завете она как бы там даже 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 по ветхому завету манны с неба и подразумевается что она просто чудным образом появлялась и она как раз а как бы сходила но не прям с ней вот откуда роса появляется ну сейчас современном мире мы как бы знаем это конденсат до на рубеже горячего соприкосновения горячих и холодных поверхностей и из воздуха вода так скажем конденсируется отделяется от кислорода ну раньше таких познаний возможно не было и поэтому говорили тоже что это она с неба там шла до иисус же сказала истинно истинно говорю вам не мы не снимай сей дал вам хлеб с неба отец мой дает вам истинный хлеб с небес ибо хлеб божий иисус себя прямо хлебом называет есть тот к иокс к сожалению игры люди детского ума так и поняли теперь на этом целый культ построили под названием православик то лица из протестантизм который сходит с небес и дает жизнь миру смотрите даже уже в этой фразе я уже подвожу прямым словам иисуса но еще раз давайте я внимательно прочитаю для вас эту фразу его вы на экране все видите это текст это прямая речь иисуса неразрывная истинно говорю вам не миссия дал вам хлеб с неба отец мой дает вам истинный хлеб с небес ну только глупый человек называешься христианином не понимает что иисус говорит о себе и себя сравнивать с хлебом как у человека и хлеб для жизни так иисус его жизнь его евангелие в котором показал как нам жизнь это есть нас наш хлеб для будущей вечной жизни святость жизнь в добре ибо хлеб божий есть какой тот который сходит с небес кто это и дает жизнь миру кто сходит с небес тот кто кто этот хлеб божий он это себе это не кузнецов сейчас говорит сейчас прямо это скажет сам я надеюсь знаете евангелие но я все время разжевываю потому что к сожалению приходится это делать к сожалению я бы хотел чтобы вы как он говорил не нуждались в том что кто-нибудь говорил вам истину и учил и вы сами знаете я сейчас так говорю как как будто мы понимаем его ведь он сейчас прямо скажет я есть хлеб жизни я просто здесь показываю как мы должны понять еще не прочитав то уже мы понимаем что вот и здесь уже мы должны рассуждать он говорит что это если он себя хлебом назвал и горит что он пришел с неба а ведь он не приходил с неба он родился обычным человеческим способом родами от обычной девы марии от некой девицы да непорочно да без мужского семени в этом нет ничего вообще удивительного и сверхъестественного богу все возможно первый человек создан из праха земного ничего в этом нет великого но он не с небес сошел как и ан креститель который должен был прийти илья перед днем господним все думали что он с небес сойдет а он не не сошел с небес и не воскрес он родился от обычной женщины от обычного мужчины от елизаветы захаре точно так же здесь но заметь язык иисуса как язык игру вообще библейский ну давайте уже не буду затягивать читаем прямые речи иисуса на это сказали ему господи подавай нам всегда такой хлеб то есть они думают о каком-то внешнем хлебе сегодня мы хоть я об этом и говорю все равно всегда святой жизни о праведной жизни о доброй жизни но сильно конечно постараюсь не распространяться иисус сказал им что же он говорит и вот сейчас внимательно мы уже подошли к тому врач его я все это и затеял третий ролик я есть хлеб жизни я он и есть я не могу вам подавать я есть это моя жизнь я пример я есть этот хлеб жизни я есть это этот пример святой жизни я для этого и сошел с небес чтоб дать путь я истина путь не забывайте не спасение по вере а путь путь это движение это дела приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаждать никогда но я сказал вам чтобы вы и видели меня и не уверуете что вы и видели меня и не веруйте все что дает мне отец ко мне придет и приходящего ко мне не изгоню Ибо что дальше? И теперь я внимательно обращаю внимание на слово Иисуса. Ибо, это Иоанна 6, 38. Я, слышите каждое слово? Ибо я сошел с небес. Не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшую меня Отца. И еще раз. Ибо я сошел с небес. Вот что мы с вами читаем в Евангелии от Ана, 6 глава, 38 стих. Иисус врет? Ответьте мне. Вы, которые ждете вечно второго пришествия со дня на день, с громами и молниями, с поражением всех неверных, да, с каким-то восхищением потом неизвестно куда. Я говорю, куда вы восхищаться-то собрались? Церковь, так называемая, до великой скорби. Апокалипсис, второе пришествие Иисуса Христа, сковывание дьявола, воскрешение всех святых во Христе, начало тысячелетнего царства, приход самого Иисуса. Это все одно событие, один мих, ну или как я в прошлом году говорил, может быть не прям мих. Не прям сразу мы к нему все соберемся. Но это вот все, день-два, неважно, неделя это событие, одного вот порядка, вот они, все будет сбываться вот-вот-вот-вот. Так Иисус что, врет или нет? Смотрите, Он говорит, Я, это Он говорит в свое первое пришествие, Я сошел, прямо говорит. Заметьте, уже ничего Христалюк не толкает, не пытается вам вперед вложить то, что потом, как я обычно говорю, я ничего не толкую. Я обычно либо все время разжевываю и все время тяну откуда-нибудь сверху, напоминаю, что помните, вот там мы это, вот-вот-вот, смотрите, все тянется, 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 ниточка. Не вырывайте эти стихи, помню, что перед что мы перед этим прочитали. Или наоборот, я обычно говорю, сейчас, сейчас, сейчас мы к этому подойдем, вы видите, здесь просто по-другому, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть сказано, другими образами. Ну, что вы будете делать с этими стихами? Вот ответьте мне, те, кто ждет Иисуса Христа в тот раз, с каким-то вознесением куда-то там на небеса со Христом, с какой-то великой скорби. Будет одно вознесение, когда Иисус будет идти, будем ему навстречу восхищаться, и то, что это и как это, мы до сих пор понять не можем. Как мы изменимся, как Павел говорит, кто-то воскреснет, уже и грешники будут воскрешать мертвых, дети дьявола, антихристы. Все это будет, у них тоже будет эликсир вечной жизни. Просто, чтобы, как Господь, когда и закрыл доступ к древу жизни, когда первые люди согрешили, точно так же и здесь, Господь сказал, чтобы не истребилась всякая плоть, потому что дети дьявола до такого безумия дойдут, что мы уже реально сможем землю в порошок стереть вместе со мной. Люди до такого безумия доходят, что они пили цук, сами на котором сидят. Посмотрите, что мы делаем с природой, с животными, друг с другом. Вот Господь и придет, чтобы не истребилась вся плоть вообще, чтобы вообще бытие не исчезло. Поэтому вся верхушка черноты будет забрана в другой мир. Души такие плохие совсем уж люди. Дьявол будет скован, и опять человечество будет дано. Еще один шанс длиной в тысячу лет для покаяния. Небо Бог не хочет смерти ни одного грешника, но чтобы все обратились, покаялись и были живы и счастливы. Так что же мы читаем? Сколько раз Иисус говорил о приходе? Себя во второй раз. Придет, придет, Сын Человеческий. Когда приду, когда приду, когда придет. Ибо Я сошел с небес. Не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня. Так Он от Девы Марии родился или сошел с небес? Так второе его пришествие, как я уже сказал, нам из книг ни Евангелия, ни книги Деяний, которая вначале немножко опять повторяет события Вознесения, кто помнит. Мы не понимаем даже, как Иисус вознесся на якобы какие-то небеса. Когда апостол Павел был восхищен на небо, он говорит, я даже не понял, что это было со мной. Он говорит, я не понимаю, в теле не было. Его слово восхищен, как только не толкует. И каждый толкователь, я могу вам даже сказать, отчасти прав, потому что как бы кто там ни писал, ни переведил, как уже до нас это не дошло. Даже если Павел, если человек сам пишет и говорит, я не понимаю, что со мной было. Он попытался это какими-то словами, может он это послание там на еврейском написал, на греческом, не суть важна. Он сам даже не понимает. Он говорит, я не могу слов не подобрать, которые я там увидел. Я не могу толком, я уже немножко разгоняю его речь, что я не могу вам донести, что со мной было. Он не понимает, он вообще из тела выходил или нет, или он спал. А при этом он не спал, он говорит, это не видение. Он бы тоже мог описать, что я понимал, что... А нет, он что-то написал, был восхищен. Что это за восхищение? Восхититься можно внутрь себя погрузиться. Что это такое? На каком он небе был? Там что, правда, что ли, есть ступеньки? Нет, конечно. Еще раз, я буду долбить, пока до вас не дойдет. Шестая глава, седьмая глава, да, получается, у нас уже... Нет, это все еще шестая глава. Шестая глава, она большая, все правильно. Все вот об этом хлебе жизни. Тридцать восьмой стих. Ибо я сошел с неба. Первый раз, чтобы творить волю Отца. Так когда он говорит, я приду второй раз, как он придет? Вот так, как написано в книге Откровения, на коне, с короной, как картинку, которую я вам показываю, которую я говорю, вынужден просто в Ютубе. А почему не на ослике, как он шел в Иерусалим? И кротко, и смиренно, в обычной какой-нибудь там иудейской одежде. Почему в плаще в красном, обогрянном кровью? Да, это символ его жертвенной жертвы и поступка жертвенной любви к нам. Но это лишь символ, мы и так о ней все христиане знаем. И мы его узнаем не по этой одежке, а когда он просто свои уста откроет, и мы все узнаем, и все увидим, и так. Где написано, что он придет опять со стигматами, как это называют там, с отверстиями на руках? Кто сказал? Это же уродство. Что, оно с ним будет вечно? Я сошел с небес. Иисус рождается от Девы Марии самым обычным способом. Никто в мире, знаете, сколько сейчас вот эти царебожники там ждут какого-то царя, кто там православного, кто русского, кто в Америке ждет, кто в Японии, кто в Китае. Они ждут какого-то монарха. Вот он уже родился или не родился. Про Христа, да, что только тоже не несут. А вот, пожалуйста, Иисус говорит, я сошел с небес. А он родился просто от Девы Марии. Самым обычным способом. Ну, кроме тех, кто знал, что это необычно, самой Девы Марии и то. Непонятно, как они, ну, кто читал со мной, кто нет, почитайте прото-евангелие от Иакова. Очень вам интересно будет узнать, что там с этим непорочным зачатием, как они приходилось все это вообще понимать, и как они это объясняли родственникам, окружению. На канале Христолюбивленные писания у меня есть зачитанный так называемый апокриф, но я его считаю самым настоящим каноническим писанием. Прото означает не негативную приставку, а пред-евангелие. Прото-евангелие от Иакова. Всем рекомендую. Если напомните в комментарии, дам прямую ссылку на плейлист, на ролик. Я там пока один раз записал целиком, чтобы мысли все не терялись, обещал. Обязательно его прочту еще. Получается, достаточно оно такого большого объема, чтобы было поинтереснее. Мы еще немножко потом почитаем поглубже, пожуем. Ну так что? Вы кто ожидаете там этого? Как воспринимать слова Иисуса? Я сошел с небес. Ты знаешь, когда он говорит, я приду во второй раз с небес, и придет Сын Человеческий, вас славит. Может это так же все будет? Его никто не видел сходящим с небес. Он родился от Девы Марии. Жил обычной человеческой жизнью работяги. В 30 лет вышел без хора ангелов, тимпанов, хотя мы видим, для детей Божьих, для каких-то людей, они слышали. И при его крещении голос неба. Кто-то слышал, кто-то слышал как гром, кто-то ничего не слышал. Но в принципе, его жизнь была самая обычная. Хотя, несмотря на то, что какие добрые дела он творил чудным образом. Воскрешал мертвых, изгонял бесов. Вы знаете, у нас чудеса, кажется чудесами, только когда этого нету сейчас. Только это появляется, мы сразу думаем, может это норма. Но он за несколько дней до своего ареста, убийства и смерти, он воскрешает Лазаря, который живет вот. В 15 минутах ходьбы, как говорится, от Иерусалима. Известный богатый человек, его друг. Все об этом знают, по нём оплакивали уже. Его уже во гроб положили. Иисус приходит, воскрешает одним словом этого человека, своего друга и товарища. Весь Иерусалим стоит на ушах. Об этом знают. Нет, его всё равно гонят. И в оконцовке арестовывают, судят, неправедно бьют, убивают, предают смерти. Второе предшествие будет точно такое же. Я надеюсь, я вам сегодня это не просто показал, а даже доказал. Это язык. Давайте ещё раз, чтобы прям засело. Ну, в принципе, тут даже дальше. Но опять, вы помните, всё про хлеб. Он не раз об этом. Сами люди. Он сказал, я ес им хлеб, сшедший с небес. То есть, я сшедший с небес, я хлеб сшедший с небес. Но Иисус, получается, у нас не хлеб и не сходил с небес. Он Бог, а он же человек, а человек и есть Бог, и он родился от Девы Марии. Значит, он второй раз придёт таким же естественным способом. И только для детей Божьих, как мы с вами в предыдущем ролике разобрали, это будет видно, как любой человек, в принципе, смотрящий на небо во время громов, видит блистание молнии. Что такое блистание опять там было? Это свет. Мы увидим опять... Я когда первый раз Евангелие прочитал, я вам много раз говорил, я никогда в жизни, даже в художественной литературе, не встречал подобного цвета человека. И вот настоящие дети Божьи, которые сами свет, сами любовь, сами добро, они опять увидят его, и они поймут, что это он. Потому что это будет опять живое воплощение любви. Опять он будет со всеми этими культами бороться, с остатками, с осколками разгромленного, так скажем, царства Антихриста, путём какой-нибудь там болячки, катаклизмов, и просто ангелом смерти, то, что будет верхушка там забрана, голова змеюки будет отрублена, так скажем, сам бес будет связан на тысячу лет, да? И просто дети Божьи увидят своего Господа, увидят своего Учителя, увидят этого человека опять из плоти и крови, которое абсолютное добро, абсолютная любовь. Для них будут моментики, конечно, мы его узнаем опять по этим каким-то чудесам, опять вот этой свободе, опять независимости, опять того, что он как Бог будет управлять миром одним лишь словом. Он будет говорить и так будет становиться. Вот я в себе знаю, что я его узнаю, я его вижу, я его чувствую в Евангелии. Я сам добро, я сам любовь, я сам стремлюсь к совершенству, я проповедую это, я его узнаю. Это будет абсолютно опять воплощение любви, опять призывающее всех грешников к покаянию, тонкими такими, не чудесами с небес. Он и так им давал чудеса с небес, воскрешал мертвых, просто одним своим словом, изгонял бесов, исцелял болячки, приумножал хлебы, ходил по водам, просто одним словом одной своей жизни, ничего не боялся, ни в чем не имел нужды. Это было само чудо с неба. Не видеть его только слепой, и этих слепых была основная масса. Его увидели единицы, малое стадо. То же самое будет, я вас уверен, и при втором пришествии. Это будет абсолютная любовь, это будет веган, если хотите, в плане того, что режет всем религиозников, потому что это абсолютная любовь. Он никому не будет причинять зла, он будет говорить правду, все обличать, он будет наделен силой, силой слова. Он будет все знать, все провидеть, он будет знать, куда пойти, чтобы нас не тронули, как все было, как в первом пришествии Иисуса Христа. Это и есть его второе пришествие с небес, точно так же, как его было первое пришествие с небес. Тоже с небес. И пришел он так, ибо Бог есть любовь. Откроется он уже во всей своей славе. Во всей, для всех абсолютно. Когда будет великий день, великий суд, великое разделение, когда все-таки люди, еще во второй раз уже обольщенный дьяволом, восстанут на стан святой, город возлюбленный, и докатятся до чего-то такого, что уже сапогом просто начнут бить по красной кнопке ядерной бомбы. Все. И тогда весь мир сгорит, и все дела на нем. Все. И будет разделение. Вот так вот. Надеюсь, я вам это показал, и в концовке хочу подвести очень важную мысль, когда я себя подвожу к деятельному изменению в своей жизни, к святости, к добру. Святости – это не от праведности даже по евангельскому закону. Я поверил, я крестился, я молился, я Евангелие читал. Что толку читать и не жить по нему? Иисус сказал, всякий слушающий Мое Слово и не исполняет этот дом, построивший на песке. Он рухнет. Вы потеряете то, что вы имели. Сколько печальных притч и прямых слов Иисус рассказывал о христианах, о своих учениках будущих? Сколько? Десятки. Рабах, которым он доверил над своими домом стоять, это проповедники горя. Все будут выброшены во тьму внешнюю, о тех, кто на пир пришел, не в брачные одежды, о тех ворах, которые в загончик перелезли через забор. Это о ком все притчи-то? О грешниках, что ли? Нет. О псевдо-христианах. О тех, которые облеклись в эту праведность Христа, как они проповедуют эту тошнотину. И ничего, и люди сидят в этой праведности и продолжают сидеть во тьме. Сколько в Евангелии Атана, который мы с вами сегодня прочитали, вырвут там эти стихи. Верующий не судится. А то, что Иисус говорит, что суд-то есть в том, что свет пришел в мир, и всякий, кто делает добрые дела, тот и есть свет, и тогда он идет ко свету, потому что дела его добры. А не вера в Иисуса Христа. Я свет пришел в мир. Я вам цитирую дословные Евангелия Атана. Вот эти места, где вырывают. Пока он не пришел, всем казались, эти вот члены Синдриона, все эти книжники, фарисеи, фарисеи, это монахи современные, православные католики, протестанты, иерархи там, да, пастыри, члены там, высших советов, протестантизме и так далее, в католитеизме, все эти папы, они все хорошенькие им казались. Как Иисус пришел и стал добро творить, сразу явилась их гниль. Он свет, и свет обличает, он начинает творить добро, сразу тьма вылазит, она восстает, потому что она-то не такая, и она таких дел не делает. Чем занимается православная секта? Да ничем. Власть, слава и богатство, все, что ее интересует, ей больше ни до чего дела нет. В стране, в которой 95 якобы процентов православных, на улице кого только не спросим, православные, мы живем как в аду, вот с такими вот амбарными замками на дверях, да, ненавидя друг друга. Посмотрите на одну власть, она что, не православная? О, у нас там вся дума православная, у нас все чиновники православные, все со свечками стоят, и что народ сожрали, не поперхнувшись, и каждое поколение пожирает. Посмотрите на полицаев, на ФСБшников, на армию, чем она занимается? Защищает народ свой? Нет, она защищает эту власть от народа. Вот, все, за что ей платят, причем деньгами этих рабов, нас, которые платят налоги. Вот вам вся, все, вся религия, в этом она вся. Если бы была христианская страна, православие, вообще не христианство, Россия в частности, Америка, Англия, Европа, Америка, Китай, где вы там живете, у нас бы не было замков на двери бы, да, у нас бы не было коррупции, там, чиновников, всего этого аппарата. Максимум люди просто выполняли какие-то функции в обществе, функции, точно так, как апостолы стали делать, не то, что систему, да, а действительно у каждого свои таланты, кто-то хлебушек раздает, кто-то словом делится, кто чем занимается. Это было все в любви. А у нас куда не зайдешь, тебя все ненавидят. Тебя обобрать готов собственный, участковый, с ног до головы. Вот так вот. Надеюсь, я вас в этом убедил. На этом все. И закончу все-таки великим судом. Это не будет месть или суд божий, там, грешников в ад давать тех вилами, нет. Это будет опять проявление любви божьей. Все, кто захотят, пойдут с ним на новое небо, новая земля, когда эти грешники, это все, кто понял язык Библии и познал его, я вам его раскрываю. Это не тайна. Бог ни от кого не скрывает. Она читается прямо наоборот. Не Бог плохой, а мы хорошие, а наоборот, Бог хорош, мы плохой. Все, что якобы приписано Богу, все это будут делать люди. Это люди уничтожат эту землю. Не Бог, не Иисус. Они сами, что-то там такое кратмет у них в оконцовке где-то там в пультике, когда они будут подбираться к стану святых, что земля просто уничтожится. Вот что будет. Бог не творит зла. Все зло на земле делают люди и падшие ангелы. Ангелы, заметьте. Ибо хорошо так и называть, чтобы помнить, что Бог не творил бесов. Это падшие ангелы, какие злые люди. Бог не сотворил человек плохим. Бог сотворил человека правым, как в Библии написано. А человек уклоняется во всякое зло. Вот и все. И отправление грешних в ад, это будет проявление Божье. Он скажет, идите, я вам не нужен. Вольному волю. То же самое, как он в этом же Евангелии говорил ученикам, скажет, после этой шестой главы, где даже Петр написано, большинство от него отошло после этих речей. Кто может это слушать? Это безумство. Его назовут бесом, когда то, что мы сейчас с вами прочитали. Видите, не могу остановиться, когда проповедую. И он сказал. А он не побежал за ними. Многие написано. Мы не обращаем на эти слова очень важные слова внимания. Многие после этих слов, после вот этой речи шестой главы про него, как хлеб, сшедший с небес, отошли люди, не понимают его. Точно так же пойдут они в этот ад. Им там хорошо. Там такие же, как они, негодяи, убийцы, лжецы, лукавые, многоликие люди, у них тысячи жизней, они в храме одни, дом другие, на работе третий, с женой четвертой, с любовницей пятой, с одним другом шестой, с десятым, седьмой. Им там хорошо, в этом аду будет. Просто с ними будет плохо, святым людям. Святые хотят быть со святыми. Вот и все. В этом даже проявится Божья любовь. Каждый получит то, что он хочет. Только этот ад, конечно, это просто на фоне, знаете, когда вот на этой земле, я всегда говорю, все разбавлено, добро в перемешку со злом. Мир, как говорят, стоит только на святых людях, на доброте, которая все равно во всей этой кутерьме зла, она проявляется. Только поэтому убери этих святых людей, и ты поймешь, в каком аду ты живешь. Это и произойдет. Они убили Христа. И с кем вы остались? С вашими правителями, с иродами, с антипами там? С кем вы остались? Да таких Христов надо плодить, как тогда мир будет счастлив, и великолепен, и светел, и прекрасен. А вы злой давите, душите. Ну хорошо, оставайтесь со тьмой. Вот что такое будет. Вот что все произойдет. Ну, надеюсь, я вам помог. Поэтому единственная цель и мысль, и такая конечный свет в конце туннеля, на который должен христианин в своей жизни обратить внимание, это его по-настоящему, все эти, конечно, слова красивые и правильные, святая, праведная, чистая жизнь. Что означает? Какое слово всем понятно, даже язычникам, доброе? Это доброта. Доброта ко всему Божьему творению. Ну, любящих любят и грешники, а она должна проявляться, хотя эти же любящие, любящих, почему-то, ненавидят даже беззащитных животных, готовых терзать налево-направо. Поэтому вот именно они грешники, они любят то, кто их любит. А где-то там можно заплатить и пусть какого-нибудь животного за тебя задушит. Или ты сам задушил его, сожрал, а любишь там женушку свою, еще детишкам эту блевотину дал. Святые люди не такие, они любят все, они никакому живому существу, у которого есть глаза, уши, ноздри, из которых из глаз капают слезы, из ноздрей, может потечь кровь от того, что их долбить и кувалдой по голове, которые кричат, вопят, чувствуют боль. Никогда никому вреда не причинят, наоборот, будут защищать. Вот так вот, поэтому цель в вашей жизни всех должна стать именно добрая жизнь. И грешникам она проявляется, говорение им правды. Об этом я тоже всегда буду напоминать по образу и примеру Иисуса Христа, которого у вас у всех есть в Евангелии. Что еще надо? Откройте его. Он всех по головке гладил. Не приживоли матери в дверях, он сказал, кто моя мать. Он отрекся от всех родственных связей. Он говорит, мне родственники, так называемые, те, кто исполняет заповеди Божьи. Тот, кто любит, тот, кто свят, тот, кто чист, тот, кто праведен, тот, кто добр. Вот кто мне, брат и сестра и матери. Вот так вот. Вот так вот. А мы все делим людей на русских. Вы патриот, вы никакой не христианин. Вы близко не приближились к Евангелию. Патриотизм это от дьявола. Я русский, я китайец, вот этот весь фанатизм. Я только слышу, я сейчас веганов иногда добавляю в друзья тоже. Смотрю, завалил потом русский, русский, славяне. Я все, я говорю, у тебя кукушка есть? Я говорю, нахлала. Ну и что? Я говорю, я не русский. Я говорю, отстань от меня. Я гражданин небесного царства. Все одинаковые. Я говорю, с чем ты насыщешься? Ты стоишь на кривой дорожке. Патриотизм это без, в виде ангела света является. Это национализм, фашизм. Просто переодетый, просто в белую одежку облеченный. Якобы за добро, защищая ближних. Это чушь собачья. Это чепуха, не имеющая ничего общего с Евангелием, который говорит, что зло побеждается только добром. Вот и все. Вот так вот. Всем любви, добра, радости, мира, по возможности со всеми, как Павел говорил. Но и только по возможности. Да. Если вас укоряют, в чем-то призывают козлу, отодвиньте их. Скажите, как Иисус, отойди от меня, с Атану. И желаю достигнуть святости и совершенства по образу, примеру и пути нашего Господа и Бога Иисуса Христа. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова